Приветствую вас. Я хотел бы обратить ваше внимание, Карина, на то, что вы, как мне видится, очень тревожны. И вот эта тревожность, она вам мешает. На мой взгляд, то есть вы тревожитесь из-за того, что что-то сделали не так, вы тревожитесь из-за того, что парень вам не пишет, вы тревожитесь из-за того, ну, можно ли считать вот то, что происходит, охлаждением, значит, его чувства к вам. Да, то есть это вот все про тревогу очень сильное, но все про какие-то страхи ваши, это все про такое вот достаточно серьезное недоверие, ну, недоверие себе, как мне кажется. То есть мне кажется, что вот очень сильно вы себе не доверяете, ну, достаточно сильно вы себе, на мой взгляд, не доверяете. Вот, и, ну, мне кажется, что это, ну, может быть, достаточно серьезной проблематикой, потому что вы, получается, будете требовать от своего партнера, ну, наверное, на постоянной основе вы будете требовать от партнера какой-то определенности, да, и будете переживать из-за того, что этой определенности он вам как раз-таки, как раз-таки не даст. Вот, и правда в том, что у вас не получается положиться на себя, вот, то есть вы не можете положиться на себя, ну, вот, в отношениях у вас не получается положиться на себя, как-то вот, да, ну, вот, ну, вот, не полагаетесь вы на себя, вам нужна какая-то вот, ну, грубо говоря, обратная связь. И, соответственно, отсюда вы пытаетесь, в общем и целом, человека понять. То есть вам, на мой взгляд, именно для этого нужно его понимать. То есть вам, на мой взгляд, именно по этой причине необходимо стараться как-то вот человека, ну, понять как-то человека, да, пытаться. Вот, и, соответственно, если мы вам сейчас вот ответим, да, без рассказа про мужчин, то вы, по сути, ну, не решите свою проблему страха. Страх того, что он вас бросит, например, да, или там еще какого-то страха, ну, может быть. То есть это все такие достаточно важные моменты. Смотрите. Очень показательный, ну, очень показательный момент, на мой взгляд, на мой взгляд, очень показательный момент. Когда вы говорите, что вот мне что-то не понравилось, я не оправдал чьи-то ожидания, я за это испытываю вину. То есть я беру на себя ответственность за чужие ожидания. Я хочу оправдывать эти, ну, я хочу оправдывать ожидания других людей. Если я не оправдываю ожидания других людей, я чувствую себя виноват. Говорите вы. Почему вы хотите оправдывать ожидания других людей? Как вы приходите к тому, чтобы оправдывать, ну, чтобы оправдывать ожидания других людей? Ну, ответ, на самом деле, на мой взгляд, довольно простой ответ. Здесь можно дать это, значит, чтобы вас не бросили. То есть если я буду, ну, грубо говоря, если я буду оправдывать ожидания людей, то меня не бросили. Если я буду оправдывать ожидания людей, то меня не... оно меня не оставит. Как бы, вот. То есть идея здесь, она вот, ну, на мой взгляд, да, здесь она вот такая. Это все, конечно... Ну, я не стал бы упреждать это наверняка. Вот. То, что вот... Ну, то, что... а... значит... Я сейчас говорю, потому что я могу ошибаться. Но... ну, на мой взгляд, это... ну, на мой взгляд, это так. То есть, соответственно, тут нужно более детально, может быть, исследовать этот момент. Дальше. Дальше. Вы не делаете... а... сами... выводов. Относительно... вот. Такая ситуация. То есть... То есть, вы принимаете то, что... с одной стороны, вы принимаете то, что человек вам дает. То есть, вот, грубо говоря, ну, не услышали объяснения, да, и ладно. Как бы. С одной стороны. Вот. С другой стороны, значит, ну... Вы не знаете, как дальше будет. То есть, ну... У вас ситуация не завершена. Ну... Потому что... Вы не получили ответ. Ну... Как бы... Ну... Ну, не завершена... история. Скажем так. Вот. И... Это... ну... Собственно... Наверное... Есть основная проблема. Здесь. У вас. То есть... эм... Глобально... У вас страх... ассоциально... Страх... эм... Того, что вас там, не знаю, бросят. Страх того, что... Что вас отвергнут, может быть, да. Вот. И вы... Пытаетесь, вот... Значит, делать всё. Ну... А... Это глобально. Локально. Вот. Вы не ориентируетесь на... Себя. В те моменты, когда... Эм... Ну... Возникает какой-то конфликт. В те моменты, когда... Возникает какая-то ситуация, которую нужно... Ну... Разрешить вам, может быть... Самой. Да. То есть... Что-то сделать, чтобы ситуация разрешилась. Ну... Ну... Вы этого не делаете. Так. Правильно. Вот. То есть, ну... То есть, ну... То есть, вы можете бояться этого. Вы можете... Там... Просто... Быть непривычной... К... Отстаиванию своих... Своих позиций и так далее. Ну... Ну... Эм... Дальше. Эм... Значит... Эм... Вы пишите... Эм... Стоит ли... Эм... Спит вот это на огласение чувства. Или мне... Ко мне... Или просто на то, что... Эм... Эм... Букетный конфетный период пройден. И он на самом деле любит меня. Так что... Сильно видите. То есть... Вам важно, чтобы человек вас любил. Ну... Эм... Вы боитесь, что... Эм... Вас... Эм... Любить перестанут. С вас есть такой... Вот такой вот... Страх... Эм... Страх... Эм... Страх того, что... Вас не будут любить. Вас не будут любить. Вот... Эм... Эм... Попробуйте... Ну... Представить... Эм... Себе, да? Вот... Эм... Что, собственно... Ну... Произойдет, если... Вас... Эм... Перестанут любить. Вот... Что случится? Что случится? Эм... Как вы... Как вы, грубо говоря, будете там... Себя чувствовать? Например... Например... Если... Вот... Вас... Там... Перестанут любить. Вот... Как вы себя почувствуете? Эм... Вот... Это... Такой достаточно... Важный... Как мне кажется, момент. Эм... Эм... Вот... И... Эм... Довольно... Полезный... Для вас... Потому что... Вы... Не совсем... Эм... 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 Из-за этого себя ведетесь. Эм... Вот... Ну... В силу... Силу того... Факта, что... Эм... Эм... Серпите какие-то вещи, которые вам, ну... Кажется... Эм... Неадекватными. По отношению к себе. Некорректными. Эм... Вот... Из-за того, что вы боитесь подряд его любовь. Любовь. Вот... Эм... А... Притом... Притом... Обратите внимание, вам не чуждо... Эм... Манипулятивная... Эм... Позиция. То есть, что такое манипулятивная позиция. Вы... Я так... Понял... Ничего не сказали ему... По поводу его... Эм... Значит... Ну... По поводу его действий. То есть, вы не сказали ему, что... Вам вот неприятно, например, то, что он делает, да? Там... Вы не сказали ему то, что... Вам вот... Ну... Что... Что вы считаете... Там... Эм... Эм... Неприемлемым... Эм... Вот... Такое... Ну... Эм... По отношению... Там... К вам... Приличной встречи, вы этого не сказали. Эм... Вот... Вы... Об этом... Эм... Эм... Только написали. Причем написали в... Эм... Достаточно... Такой... Эм... Как я... Понял... Эм... Грубой формы. Ему. Вот... И... Эм... 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 Пару дней... До этого вы ему вообще не писали и не отвечали. Вот... То есть это... Эм... Эм... Ну... На мой взгляд... Эм... Эм... Такой... Я бы сказал... Знаете... Эм... Зажим... Эм... 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 Вроде бы все было хорошо, да, вроде бы все было нормально, но вот у вас внезапно появляется такая реакция. И человек, он просто не понимает, почему вы так реагируете. И я думаю, что инфидивно вам хочется, чтобы человек понял свою вину сам, да, и сделал, сделал, он сделал вот то, что вы хотите. Потому что сами вы, может быть, сами, может быть, вы как-то стыдитесь, может быть, своих желаний, вот, своих, там, потребностей сами, может быть, вы никогда не стали бы так поступать, так действовать. Вот. Понимаете, это все, в чем штука. Поэтому, тут такой вот, такой, тоже достаточно важный момент. Я бы сказал, ну, капюры нужны ответ вам. Обратите внимание, точнее, хотя бы, для начала. Вот. Потому что это, ну, достаточно важно. Ну, это, это достаточно важно. Вот. Дальше, смотрите. Вот только вы пишете. Значит. Так. Могут ли парни инициировать расставание с девушкой, не намекая? То есть. Мне кажется, что здесь вы, в какой-то степени, обесцениваете, искусственно сужаете, может быть, спектр восприятия человека. А, сводя его, грубо говоря, ценности, да, сводя его ценности. А, ну, только, вот, к, мы, к мужчине. То есть, он меня интересует только как мужчина, я его воспринимаю как мужчина. И все. Потому что этого, ну, немножко мало. То есть, кроме мужчины, ну, ваш, собственно, вот, партнер, да, был ваш партнер. Это еще и, я бы сказал, личность, это еще личность. И вы не видите его как личность. Из чего я делаю вывод, что, может быть, вы общаетесь с человеком достаточно ограниченно. То есть, что это значит, достаточно ограниченно общаетесь? Ну, это значит, что воспринимаете его только как мужчину. А, собственно, больше общего вас, ну, вот, не особо так прям, чтобы и есть, да. То есть, вот, чтобы было что-то еще, чтоб, ну, что объединяло бы вас, кроме гендерной симпатии. Вот это, конечно, проблематика. Поэтому, я бы обратил ваше, ну, я бы обратил ваше внимание на, вот, данный аспект, скажем так. Потому что, это важный момент. Вот, ну, и здесь вы пытаетесь, как бы, погадать, да. То есть, вы спрашиваете, что это значит? Что это значит? Что это значит? Может знать только ваш, как бы, партнер. Мы психологи, мы не занимаемся гаданием, вот. Но, повторюсь, вы себе не добираете, вы тревожитесь, вы боитесь. У нас есть определенные страхи и, ну, в таком контексте, в контексте страхов, я не удивлен тому, что вы, ну, пытаетесь, как-то, вот, что-то для себя понять. Да, пытаетесь, вот, повысить уверенность. Но, вам нужно, мне, ну, как мне кажется, вам нужно научиться самой справляться с трудностями, чтобы не, ну, грубо говоря, не зависеть от помощи. Других людей, чтобы выйти, ну, чтобы самостоятельно уметь решать те проблемы, которые у вас, ну, могут иметь место быть, скажем так. Вот. Вот. Удачи вам. Удачи вам. Всего самого доброго. Удачи вам. Удачи вам. Удачи вам. Удачи вам. Продолжение следует...